Акулы. Последние представители необузданной первозданной силы. С их совершенными телами и невообразимо обострёнными чувствами. В течение 400 миллионов лет эволюции природа научила их убивать мастерски. Созданные убивать акулы. Это факт. Вероятность того, что вас ударит молния выше, чем того, что вы станете добычей акулы. Если вы не тюлень. Это похоже на кровавые останки на месте преступления. У жертвы не было шансов спастись. Четырёхметровый убийца весом тысячу килограммов, вооружённый устрашающими челюстями, перекусил добычу пополам. И терпеливо ждал, пока жертва истечёт кровью. Этот жестокий приём не единственный в арсенале акул. Быть может, акула-людоед сравнительно малоизвестна. Но многие из её сородичей обладают кровавой славой изощрённых убийц. Большинству из нас не угрожает опасность от акул. Однако, если ваш дом находится в глубине океана, то с акулами приходится всерьёз считаться. В ходе эволюции акулы превращались в беспощадных убийц, на чьей стороне выступала родословная длиной в 400 миллионов лет. Каждое пять акульево тела формировалось в соответствии с его единственным назначением — убивать и пожирать других животных. Если бы у кошмара была форма, то этой формой была бы акула. Живое воплощение наших самых скрытых страхов. Среди хищников они считаются самыми изощрёнными убийцами, чем-то вроде подводной элиты. Форма акульево тела очень древняя, их часто называют живыми ископаемыми. Однако их классическая форма в ходу и сегодня. Акулы никогда не переставали развиваться. Они продолжали приобретать новые и новые навыки, совершенствуя свой арсенал кровожадных хищников. В результате некоторые акулы обзавелись своеобразными приспособлениями. Существует более 400 видов акул, и среди них есть немало таких, которые вовсе не похожи на акул. Они странно выглядят, и тем не менее это акулы, чьи охотничьи угодья – несколько квадратных метров морского дна. Впрочем, для тех, кто предпочитает классических акул, как в кино, всё остаётся множество разновидностей. Природа постаралась, совершенствуя акул с их идеально обтекаемым телом и невероятно обострёнными чувствами. Однако самая кошмарная часть их тела – устрашающие челюсти. Воплощение акулы – это её усеянные клыками челюсти. Иногда клыков бывает до трёх тысяч. Совершенное оружие, приспособленное для акульей добычи. Длинные и острые – они предназначены для хватания скользкой рыбы. Они расположены на манер зубьев циркулярной пилы, чтобы удобнее было разгрызать добычу. Они – это наш навязчивый кошмар каждый раз, когда мы идём купаться. Совершенная система амортизации защищает череп и позвоночник акулы от сильных ударов. Одним укусом она может вырвать кусок мяса весом 10 килограммов. Ледяная ухмылка белой акулы всегда напоминает о том, насколько она опасна. Она охотно демонстрирует своё смертельное оружие – зубы – 26 верхних и 24 нижних. Зубы акулы-людоеды считаются самыми крепкими среди акул. Острые, как бритва, идеально треугольные формы, они способны мгновенно рассекать плоть и кости. Трудно себе представить более изощрённое приспособление для обгладывания податливых тел млекопитающих. Тюленям при появлении белой акулы приходится туго. А если вы находитесь в воде, вас легко можно принять за тюлени. Водный спорт – отличное занятие, однако он представляет собой провокацию для обитающих у берега хищников. Нападая на человека, акула-людоед делает пробный укус. Таким образом она определяет, достойна ли жертва её дальнейшего внимания. Однако уже этот пробный укус может иметь для жертвы фатальный исход. Акульи-зубы имеют особую разрушительную силу. Давление акульих челюстей гораздо выше, чем наше. Они смыкаются под 60-килограммовым давлением по сравнению с нашими 45-ю. Однако у них совершенно другие зубы. На первый взгляд в них нет ничего особо опасного. Однако челюсти пригреблены к черепу при помощи эластичных связок. А это позволяет акуле во время охоты выбрасывать их вперёд, как руки. Несмотря на знаменитый верхний прикус акулы-людоеды, её нижняя челюсть достигает жертвы быстрее верхней. У белой акулы верхние зубы шире нижних, которые гораздо острее и уже. Это для того, чтобы верхними зубами акула придерживала добычу, в то время как нижними бы разделывала её острым, как бритва, оружием. У всех видов акул неограниченный запас зубов. Они восстанавливаются по принципу ленточного конвейера. Как только один зуб ломается, на его месте вырастает другой. Таким образом, акула никогда не остаётся безоружной. По нашим понятиям, челюсти и зубы связаны со страхом. Лишь немногие животные обладают молниеносной реакцией, необходимой для встречи с подводным хищником. Далее, в «Прирождённых убивать» вы узнаете, как акулы преследуют своих жертв. Они выслеживают добычу благодаря безупречному зрению, слуху и способности учуять каплю крови издалека. Океан представляет собой огромное трёхмерное пространство, поглощающее свет. Чтобы преуспеть, здесь необходимо располагать с совершенной чувствительностью. Под водой нужен безупречно развитый сенсорный аппарат. В распоряжении акул семь способов определить, что поблизости находятся жертвы. Когда акула плывёт, её мозг получает невероятное количество информации. Акула управляет пусковой установкой сенсорного механизма, который предоставляет ей все необходимые сведения о её окружении, начиная глубиной и температурой воды и заканчивая местонахождением жертвы. Под водой звук передвигается в пять раз быстрее, чем в воздухе. Это очень удобное обстоятельство для акул, помогающие им в охоте. Безупречный слух означает, что акула может различить звук на расстоянии нескольких километров, особенно если он низкочастотный и нерегулярный, как тот, что производит рыба. Для акул этот звук подобен гонгу, оповещающему об обеде. Уши у них расположены внутри, поскольку снаружи они мешали бы обтекаемости. С обеих сторон головы есть крохотные отверстия, которые оповещают хищницу о происходящем. Звук, вероятно, один из главных факторов, необходимых им на охоте. Однако обоняние у них тоже очень острое. Акул часто называют плавучими насосами, поскольку их обоняние настолько совершенно. Почти треть их мозга обрабатывает и истолковывает информацию, получаемую при помощи обоняния. Ничто не привлекает внимание акул так, как запах крови. Они способны учуять каплю крови в бассейне размером с олимпийский, до того совершенно их обоняние. Океан помогает акулам чуять на расстоянии. Даже передвижение на небольшой скорости распространяет наши частицы на многие километры вокруг. Почуяв добычу, акула начинает передвигаться к ней зигзагообразными движениями при помощи хвоста. Безошибочно определяя интенсивность запаха, она способна плыть по следу. Обоняние акул зависит от направления. Как и наши уши, ноздри акул различаются. Запах слева быстрее достигает их, нежели запах справа. Таким образом, акула определяет, где находится источник запаха и отправляется туда. У молотоголовой акулы голова необычной формы. Согласно одной теории, это обусловлено тем, что предоставляет сенсорные преимущества. Чем больше расстояние между ноздрями, тем лучше они определяют направление. Однако у молотоголовых широко расставлены не только ноздри, но и глаза. Наряду с изумительным обонянием у акул отличное зрение, гораздо более острое, чем наше. В отличие от звука, свет плохо передвигается в воде. Видимость обычно плохая, даже если вы у самой поверхности. Чем глубже вы опускаетесь, тем темнее становится. Так темно, что вам понадобится особое зрение, чтобы что-нибудь разглядеть. Именно такое зрение есть у акул. Их глаза в 10 раз чувствительнее наших. Причина тому — топетум, защитный слой, отливающий металлом пленки, который отражает и усиливает поток света, попадающий в глаз через зрачок. Световое зрение акул-людоедов вдвое острее кошачьего. Белые акулы могут разглядеть 15-сантиметровый предмет на поверхности с расстояния 20 метров. Во время атаки глаза акулы чрезвычайно уязвимы. А потому для предотвращения повреждений у некоторых видов есть защитная века, так называемая третья века, которая закрывает глаз. Белые акулы часто охотятся днем и различают цвета. У них даже есть специальная техника под названием «прыгающий шпион». Акула переворачивается, высовывает голову на поверхность и оглядывает водное пространство. Определяя, с какого берега тюлени, вероятнее всего, полезут в воду. Это охотничья стратегия типична для белой акулы. Тюлени теплокровные, а потому очень проворные. Это затрудняет их поимку, к тому же они могут когтями поранить врага. Однако их подкожное сало очень питательно, а значит, стоит таких усилий. Поэтому тюлени – деликатес для акул. Впрочем, стратегии убийства, которые применяет белая акула, весьма разнообразны. В калифорнийских водах обычное зрелище – это атака акулы снизу, когда она набрасывается на тюлени и вгрызается в него, вспарывая брюхо. Один укус. Затем акулы отплывают в сторону и ждут, пока жертва истечет кровью. Таким образом, они защищены от когтей тюленя. Акулы возвращаются только тогда, когда опасность миновала. На побережье Южной Африки можно увидеть другую картину. Здесь белые акулы предпочитают добычу помельче – тюленях детенышей, которые решаются отплыть от надежных скал. Если день выдался жаркий, они спасаются в прохладной воде. Если они останутся на мелководье, то им ничего не грозит. Если же тюлень попадает в глубину, там его поджидают акулы. Детеныши тюленя – не крупная добыча, но зато они – очень питательная закуска, поскольку их желудки полны материнским молоком. Кроме того, они не сопротивляются. Вот стратегия белой акулы – нападать и пожирать не переставая. В ассортименте множество малышей на один вкус, а потому тысячекилограммовые акулы подвергают беспомощных тюленей массовому уничтожению. Результат тому – кровавый кошмар. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем косяком они сгоняют крохотные создания вместе. Синие акулы питаются и более крупной добычей. Их пасти созданы для отсеивания мелких ракообразных. Однако выяснилось, что они охотятся стаями, используя достижения сардин в своих целях, предоставляя мелкой рыбе основную работу. Акулы окружают косяк, тем самым создавая плотный ком еды. Затем они поедают сардину. Захватывая в пасть как можно больше рыбы и криля, акулы объедают обеденный ком. Бутерброды с крилем — богатый источник белка, а это как раз то, что нужно этим акулам. Учитывая количество разновидностей акул, неудивительно, что одна из них питается исключительно мелким крилем. Однако вы удивитесь, когда узнаете, кто самая большая рыба в море. Китовая акула. 12 метров в длину, с буквально пуленепробиваемой кожей. Она больше 50-ти местного автобуса и весит больше пяти африканских слонов — 12 тысяч килограммов. Вместе с тысячами литров морской воды в эту пасть попадает планктон, криль и мелкие рыбешки. Более тысячи тонн воды проходят через эту гигантскую пасть каждый час. Это питательный, насыщенный суп из морской воды. Когда вода минует жаберные дуги акулы, крохотные морские существа зацепляются там и проглатываются, тогда как вода выливается обратно. Челюсти китовых акул смертельны по-своему. Не разрывая рыбу на части, они представляют собой нечто вроде биологической сети. Быть может, огромная китовая акула и безобидна, однако она представляет собой смертельную угрозу для мелких существ. Далее — в созданных убивать. Мы выясним, что акулы относительно хладнокровны, а также откроем для себя новые удивительные охотничьи приемы этих динамичных хищников. У подводной жизни есть преимущества и недостатки, поскольку в воде любое движение замедлено. Плотность воды противодействует гравитации, предоставляя поддержку в этом трехмерном мире. Под водой акулы находятся в своей стихии. Их кожа выглядит гладкой и шелковистой. Но это не так. Присмотритесь повнимательнее. Она шершавая. Если попытаетесь погладить, сдерете кожу на ладони. Шероховатая кожа важна для гидродинамики акулы. При увеличении становится видно, что кожа покрыта тысячами зубообразных чешуек. Эти килеватые чешуйки разбивают пространство между кожей и водой, сокращая вихревой поток, тогда как острые края чешуек уменьшают сопротивление. Акулы так легко движутся в воде, что, к примеру, синие акуле необходимо в шесть раз меньше движущей силы, нежели подводной лодке. Каждый сантиметр такого животного, как серо-голубая акула, акула-людоед или тигровая акула, гласит «хищник». Все они идеально экипированы для жизни в океане, начиная с необходимых анатомических особенностей. Обтекаемое тело, мощный хвост и ничего, чтобы замедляло движение. Эти акулы идеально снаряжены. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но даже под кожей они – само совершенство. Во всем их мощном теле нет ни единой кости. Скелет акулы на 100% состоит из хрящей, той же защищающей субстанции, которая оберегает наши суставы. В отличие от кости, хрящ податлив. Он также восстанавливается в течение жизни акулы. Податливость хрящевого скелета позволяет акулам резко разворачиваться. Поэтому они могут в последнюю секунду развернуться и схватить свою добычу даже среди коралловых рифов. Поскольку хрящ настолько легче кости и ненамного плотнее воды, акулы также обладают естественной нейтральной плавучестью. Самая мощная часть их тела составляет около его трети, сразу за коническим рылом, рассекающим воду. За этой частью туловище сужается. Эта форма позволяет в воде быстро обтекать акулу, создавая минимальный вихревой поток. У самой быстрой акулы эта гидродинамика еще более совершенна. Сероголубая акула — биологическая торпеда, развивающая скорость более 75 км в час. Крылообразные грудные плавники с обеих сторон туловища короткие и жесткие, чтобы сохранять форму и уменьшать сопротивление. Как и крылья аэроплана, они позволяют делать резкие движения вперед. На их поверхности образуется частичный вакуум, в то время как в брюшной части образуется давление, толкающее акулу вперед. Акулы генерируют энергию из своей техники плавания. Когда акула мотает головой из стороны в сторону, она посылает шоковый импульс по всему телу. Когда он достигает хвоста, тот движется из стороны в сторону, тем самым толкая акулу вперед. Дизайн серо-голубой и большой белой акулы еще более усовершенствован, что делает их непревзойденными среди хищников. Они обладают усложненной системой кровообращения, которая нагревает их кровь. Переплетение кровеносных сосудов и толстостенной артерии, сжатые между мышцами, образуют простую систему циркуляции, тепла. Работающие мышцы образуют тепло для прохладной, богатой кислородом крови и нагревают ее. Для акулы это означает еще более быстрые движения и более быструю реакцию, даже в холодной воде, а значит, плохо дело для добычи. Наравне со скоростью и обостренными чувствами для охоты в открытых водах необходимо умение выжидать. Не просто спрятаться, когда вы 4 метра длиной и весите более тонны. Большая белая акула использует особую камуфляжную технику, тот же метод, которым пользовались самолеты-истребители. Темный верх и белые брюхо акулы-людоеды великолепно для этого годятся. Глядя сверху, акулу очень сложно заметить. Впрочем, снизу она тоже практически незаметна. Но приз за лучшую маскировку следовало бы отдать другой разновидности. Рогатая акула покрыта пятнами, чтобы сливаться с окружающей средой. Этим акулам угрожают всевозможные хищники, поскольку они небольших размеров, и их выживание зависит от удачного камуфляжа, особенно пока они не достигли своей зрелости. Они появляются на свет в бескрайнем море, полном опасностей. Однако им не хватает величины и оружия хищников, поэтому они пользуются специальными защитными стратегиями. Прямо перед спинным плавником у них расположен острый горб или рог. Многие хищники были бы не против поживиться такой миниатюрной акулой. Ну, например, как эта. Но это другая разновидность. Она почти плоская, но не менее опасная. Идеальный камуфляж и искусство нападений из засады — вот что делает морского ангела столь преуспевающим хищником. В отличие от своих обтекаемых океанских родичей, они большую часть жизни проводят, закопавшись в песок на морском дне. Вводя в заблуждение свое окружение, они опускаются на дно и исчезают. Морские ангелы охотятся при помощи зрения, поскольку глаза остаются на поверхности, выискивая подходящую жертву. Не самый интересный образ жизни, а выбрав место, морской ангел может месяцами лежать и ждать. Зато, когда приходит время, их терпению приходит конец. Если же морской ангел промахивается, то возвращается на свое место и ждет следующего случая, зачастую несколько недель. С подобной стратегией они не могут позволить себе промахов. Распахивая приспособленную для таких маневров пасть, морской ангел заглатывает добычу, как бы захватывая ее в ловушку, наподобие пылесоса. Но игра еще не закончена. Морской ангел не на того напал. Спиной плавник впивается в горло морского ангела, и добыча выскальзывает так же быстро, как она была проглочена. Продолжение следует... Рогатая акула, хоть и выглядит маленькой и уязвимой, тоже приготовила окружающим сюрприз. Кусается она весьма впечатляюще. Коралловый риф – убежище для многих хищников. Однако и опасности здесь хватает. Подводные впадины и скалы подвергаются напору океана. Здесь нужно очень хорошо ориентироваться. Поскольку рифы кишат живностью, они напоминают своеобразные подводные города. Невероятное количество живых существ занимает всевозможные щели и ямки. Здесь внизу множество и удобных укрытий. Среди кораллов достаточно пещер и щелей, ям и расщелин, где могут прятаться хищники. Кроме акул. Акулы с их фантастическими чувствами верховодят здесь. Они передвигаются по подводному пространству с чувством собственного превосходства. Поиски добычи в самом разгаре. Эта акула – специалист по рифам. Знает их на зубок. Каждое плато, каждый коралловый уступ может содержать рыбу. Белая пятнистая рифовая акула идеально приспособлена к этой экзотической среде. У нее изогнутые зубы, предназначенные для того, чтобы выковыривать рыбу отовсюду. Когда белая пятнистая акула охотится среди рифов, она демонстрирует, насколько смертельно опасны для окружающих – акульи-рефлексы. Их невероятные способности делают их самыми грозными хищниками среди рифов. Они сканируют водное пространство в поисках добычи. Их слух настолько совершенен, что они могут определить по звуку раненую рыбу. Их изумительно острое обоняние помогает им почуять мельчайшие частички, указывающие на местонахождение добычи. Вкус и осязание помогают акуле моментально определить, стоит ли есть то, что она поймала. Когда акула сражается, добывая жертву из кораллов, ее защищает толстая кожа. Белая пятнистая рифовая акула обладает особо изогнутыми заостренными зубами, при помощи которых она удерживает скользкую добычу и вытаскивает ее из нор. Ночью передвижение по рифам может быть чревато последствиями. Не будь у нее изумительно острых чувств, акуле было бы непросто ориентироваться в коралловом лабиринте, не говоря уже о поисках добычи. Впрочем, если вы рыба, то вам придется не сладко. Белые пятнистые вооружены до зубов, и от них невозможно спрятаться. Они охотятся среди рифов, которые придают им силы, создавая идеальные условия для убийства. Против них не годится ни одно средство защиты. Даже неподвижная рыба обречена, если ее запах учуяла акула. Рыбы, которые стараются не попадаться на глаза хищникам, рано или поздно становятся их добычей. Но только не рыбы-попугаи. Те пользуются особым биологическим парфюмом. Они выделяют особую мембрану, которая окружает их целиком, отпугивая окружающих резким запахом. Когда рифовые акулы продолжают тщательные поиски добычи, они не чуют рыб-попугаев с их защитным коконом. Вопрос, долго ли? Даже в кромешной темноте белые пятнистые великолепно ориентируются в коралловом лабиринте при помощи боковой линии. Это связано со слухом и осязанием. Вроде как мы пробуем мощность ветра. Крошечные отверстия, покрытые чувствительными волосками, связанными с каналами флюидов, стимулируются малейшими изменениями водной среды. Сигнал мгновенно посылается в мозг акулы. Чтобы преодолеть даже самые изощренные системы защиты, у акул есть еще одно уникальное приспособление — электрорецепция. Любое живое существо имеет электрический пульс. Уже пульсация крови в венах создает слабый электрический сигнал. Маленькие поры на рыле акулы ведут прямо к наполненным слизью мешочкам — ампулам Лоренцини. Здесь расположен акулий-электросенсорный аппарат. Он настолько совершенен, что может определить электрическое поле карманного фонарика на расстоянии 15 тысяч километров. Тут сложно будет спрятаться даже рыбе-попугаю. Белые пятнистые продолжают прочесывать рифы из конца в конец. Их перманентный голод заставляет беспокоиться всех обитателей рифов. Они действуют как уличная банда, блокируя пути к отступлению. Расселенные туннели, в которых раньше скрывалась рыба, становятся тупиками. Фатальная комбинация идеального сенсорного восприятия и изощренных охотничьих стратегий гарантирует, что белая пятнистая рифовая акула создана, чтобы убивать. Далее в созданных убивать. Акула с необычайным аппетитом. Все, что попадается ей на пути, потенциальная пища, черепахи, птицы и даже невезучие серферы. Продолжение следует... Прибрежные воды могут быть раем. Жизнь здесь хороша. Однако там, где есть жизнь, есть и смерть. Если вы попадаете в воду, то становитесь потенциальной жертвой. Эта прекрасная местность и ужасная акула составляют вместе смертельную комбинацию. Регулярно пожирая черепах, эта разновидность нападала на людей из Гавайских островов чаще, чем любая другая. веке. Веке веке, веке. Этот вид славится своим безграничным аппетитом ко всему съедобному и несъедобному. Собаки, рогатый скот, жестяные ведра, номерные знаки – все это было найдено в желудках этих ненасытных убийц, не говоря уже о человеческих останках. Этот звук, свидетельствующий о том, что в воду попала потенциальная жертва, заставляет акул мгновенно реагировать и подтверждать свою репутацию жестоких хищников. Раз в год этот гавайский остров переполняется черноногими альбатросами, которые учатся летать. Субтитры создавал DimaTorzok Тигровая акула тут как тут, чтобы ловить тех, кто попадает в воду. Может статься, что для того, чтобы набить желудок тигровой акулы, необходимо много птенцов. Но их тут предостаточно. У всех акул семь необычных способов осваивать окружающую среду. У них есть те же пять чувств, что и у нас, но более острые. И еще два других. Боковая линия, улавливающая малейшие изменения давления и способность распознавать электрический пульс. Жертвы могут стараться спастись, однако им не удастся ускользнуть из челюстей этих прирожденных убийц. Акулы действительно созданы, чтобы убивать. Субтитры создавал DimaTorzok